В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Заря засияла. Два года потребовалось, чтобы привести здание Дома культуры в порядок. Нашли недоделки. Подрядчику придется устранить недочеты ремонта детского сада. Молодым свое жилье. Самарским молодоженам оказывается финансовая поддержка. Главная спортивная новость дня. Питерский колосс повержен. Крылья советов. Впервые за 11 лет победили действующего чемпиона страны. Зенит из Санкт-Петербурга со счетом 3-1. Подробнее об этом сразу после нашего выпуска в новостях спорта. В Самаре вновь засияла Заря. Дом культуры в советском районе, которому уже больше 70 лет, открылся после капитального ремонта. Ремонтные работы длились больше двух лет, но творческий процесс в Доме культуры не прерывался. Подробнее Марина Кравцова. Лепнина на стенах и потолке. Колонны новенький паркет. Заря засияла после капитального ремонта. Для Чувашского народного ансамбля «Самарьен» уже почти 20 лет. Дом культуры – площадка для репетиций и концертов. Очень все разрушено было. Стены вообще все обцарапанные. Полы все дырявые. А сейчас вообще уютно, так красиво. Вообще замечательное такое здание. Здание полностью преобразилось. От фасада до гримерок. Отремонтировали и инженерные коммуникации, и перекрытия. Реставраторам удалось сохранить все архитектурные особенности. Сегодня в Заре занимаются 37 коллективов. Это около 700 человек. От малышей до старшего поколения. В уютном зале встреча жителей советского района Самары с главой региона получилась по-домашнему теплой. Как сделать весь город таким же красивым, что и обновленная Заря? Вопрос, волнующий горожан. На эффективное, быстрое и качественное решение актуальных для жителей Самары вопросов направлена реформа местного самоуправления. Самара стала первым в стране городом, где появятся полноценные районные власти. Люди смогут сами более активно участвовать в решении проблем. Мы хотим дать общественным советам право законодательной инициативы. Что означает? Это не те вопросы, которые будут ставить. Их райсовет, городская дума обязана обязательно рассматривать. От активности самарцев зависит, какая власть придет в район. В советы депутатов должны попасть люди, неравнодушные к судьбе своего района. Нацеленные на активную работу, готовые услышать каждого жителя. Именно они будут работать на результат и стремиться сделать Самару одним из лучших городов в стране. Марина Кравцова, Павел Просняков, События. На 50% увеличил прибыль за прошлый год завод «Металист Самара». Это крупнейший производитель комплектующих для авиационных и ракетных двигателей. Об успехах предприятия шла речь во время визита на завод главы региона Николая Меркушкина. Одна из главных задач, стоящих перед компанией – импортозамещение. На «Металисте» создают узлы для наземных газотурбинных установок, комплектующие авиационных двигателей, камеры сгорания ракетных двигателей. Сейчас стоит задача сделать модернизированный двигатель НК-32, который существенно увеличит дальность полета стратегического бомбардировщика Ту-160. Завод получает все новые заказы. Уже подписан контракт на поставку комплектующих для 24 двигателей ракеты-носителя «Ангара». Возможно, представительство завода займет место и в технопарке «Гагарин-центр» в качестве конструкторского бюро. Возрождение предприятия привлекло и молодых специалистов. Губернатор Самарской области отметил важность привлечения новых кадров в рабочие специальности. Мы здорово омолодили коллектив. Сегодня, если он год назад был больше 50 лет, в среднем, сегодня меньше 45 лет. Молодежь идет. У нас и по ПС-90 идет резкое увеличение объемов. И по НК-32, я хочу сказать, сделать новый двигатель, не отремонтировать. Это существенно большая загрузка. В молодой семье доступное жилье. По федеральной программе «Финансовую поддержку» только в этом году на покупку квартир в Самаре получили 160 семей. На новоселье заглянул Сергей Кизоркин. А теперь двумя ручками. Домашние посиделки в семье Зубковых с недавних пор стали разнообразнее. Трехлетняя Василиса с папой с удовольствием играет в салки. Благо, площадь новой квартиры позволяет. После однокомнатной хрущевки 80 квадратных метров кажутся хоромами. На кухне мама Лена радует семью кулинарными шедеврами. У Василиса своя комната, у родителей своя. О такой квартире в центре Самары еще недавно молодая семья могла только мечтать. «Мы всю жизнь стремились как-то себе заработать. Мы работаем в самом студенчестве. И первую свою квартиру мы все-таки купили сами. Пусть там с помощью ипотечных средств нам родители помогли. Но тем не менее, она была настолько маленькая, что втроем с ребенком было затруднительно. Тем более мы планируем иметь большую семью». Зубковы решили принять участие в федеральной программе «Жилище». На субсидию могут рассчитывать семьи, в которых на каждого человека приходится до 15 квадратных метров жилья. Есть ограничения по возрасту до 35 лет. Семьи без детей могут получить максимум 600 тысяч рублей с детьми около 1 миллиона. Собрав документы, Зубковы встали на очередь. Спустя год отпраздновали новоселье. Поздравить их приехал глава администрации Самар Олег Фурсов с тортом, цветами и сертификатом на пылесос. «В этом году благодаря губернатору максимальные суммы с федерального бюджета пришли в Самарскую область. Это тоже нужно помнить и понимать, потому что это тоже стоит определенных затрат. Конечно, нам приятно, что наша поддержка и решение президента и губернатора позволяет делать семьи счастливыми. Это очень здорово. И квартира у вас очень красивая». Благодаря федеральной программе «Жилищи» и под программе «Обеспечение жильем молодых семей» за 4 года улучшили свои жилищные условия 406 самарских молодых семей. До конца года новоселье справит еще 160 счастливчиков. Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События. 8-9 сентября откроет свои двери для малышей детский сад 225. Он рассчитан на две группы и уже полностью укуплектован воспитанниками. Сад расположен на первом этаже жилого дома и открывается после капитального ремонта. За ходом работ следил глава администрации Самары Олег Фурсов. И когда подрядчики уже готовы были сдать садик, обнаружил ряд недоработок. Начиная от сколов на шкафчиках и заканчивая отсутствием над входными дверями козырьков. На исправление недочетов глава администрации Самары дал две недели. Подрядчик признал некачественную работу. И не только мы сейчас стену выровняли, но и часть полов гомоген перестелили. И переложили плитку на пищеблоки. И завершены работы практически по благоустройству. На слушаниях по благоустройству в рамках программы на связи с губернатором жители микрорайона Приволжские не только задавали вопросы, но и благодарили за уже сделанные. Чем помогла реформа местного самоуправления отдельному двору, расскажем в следующем сюжете. Двор 112-го дома на Георгия Димитрова всегда полон детей. Здесь есть чем заняться. По просьбе жителей общественный совет установил баскетбольные кольца. В планах волейбольная сетка и теннисные столы. Да и дворовые праздники проходят теперь масштабнее. Они нам такой праздник устроили, медовый спас. Они пригласили батюшку. Не только наш дом там участвовал. Они такой стол накрыли. Блины батюшка освещал, мед. Все прохожие, не только нашего дома, с детьми. Мед, блинами макали, арбузы, дыни, торт медовый. Это вообще... Непосредственным общением дело не ограничилось. Общественный совет вышел в онлайн пространство. Группа в соцсети быстро набрала популярность у жителей. Сейчас мы имеем около 400 подписчиков за месяц. Мы буквально месяц организовали. Сейчас мы в Самаре среди общественных всех советов. И по молодежи, и всех общественных советов ВКонтакте мы на первом месте. Жители заходят, интересуются. Мы выкладываем, что мы сделали, что предстоит сделать, какие мероприятия. В общем, у нас кипит работа. Слышать друг друга, как оказалось, довольно просто. Жители теперь знают, куда обратиться с проблемами. В Самаре набирает обороты реформа местного самоуправления. Уже 13 сентября определится и состав районных советов депутатов. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. Жители микрорайона «Крутые ключи» совместно с управляющей компанией провели экологический субботник на территории Орлова-Оврага. Территория которого сформирована под строительство индивидуального жилья для многодетных семей. Подробнее расскажет Павел Баймаков. Бескрайние просторы, чистый воздух, прекрасная природа. Общая картина Орлова-Оврага, который находится за микрорайоном «Крутые ключи». Вдохновляющий пейзаж портят многочисленные свалки бытового и строительного мусора. Его везут сюда недобросовестные подрядчики. Борьбу с правонарушениями постоянно ведут специалисты городского департамента благоустройства и экологии. Но, по словам активистов, работа станет результативней, если ее выполнять совместными усилиями. Мусор бытовой мы его соберем, вывезем на полигон. Грунт, который здесь складирован, мы его используем в строительстве. То есть он нам тоже, в принципе, нужен. Поэтому здесь полезность приятна. Председатель местного совета ТОС Игорь Сажин встал пораньше, чтобы собрать на субботник как можно больше активных жителей микрорайона. По его словам, лишь совместными усилиями можно сделать жизнь в городе комфортнее. Например, нужно показывать, обязательно нужно, потому что, сами понимаете, вытащить людей на субботниках конкретно в их двор не всегда легко. А вот, например, на какую-то благородную цель показать, ну вот давайте здесь очистим, это уже проще и им интереснее. Мы тоже гуляем на самом деле, как жители, и надеюсь, здесь будет чисто скоро и появятся новые красивые дома для многодетных семей. В экологическом субботнике участие приняли более 60 человек. За чистотой территории в несколько гектаров будут следить и дальше, а информацию о нарушителях передавать в профильные ведомства. Над выстраиванием диалога между жителями и властью уже работают общественные советы микрорайонов, которые появились в рамках реформы местного самоуправления. Люди, которые ни словом, а делом доказывают, что они неравнодушны к миру вокруг, могут войти и в команду, которая будет работать на развитие города в районных советах, выборов которые пройдут 13 сентября. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. В Самаре стартует городской конкурс идей. Все неравнодушные самарцы, готовые работать на благо родного города, могут подать заявки в городскую администрацию. Победители получат гранты на реализацию проектов. Подробнее в нашем сюжете. В Самаре общественники последовали примеру знаменитого Тома Сойера и призвали горожан красить. Только не забор, а стены. Три дома Польва Толстого построили полтора века назад. За эти годы их ни разу не ремонтировали. Мы намеренно взяли эти дома, которые по документам на самом деле скоро подлежат сносу, для того, чтобы пытаться сохранить вот этот уголок Старой Самары, причем сохранить ее действительно в историческом центре города, напротив филармонии. Проект Том Сойерфест объединил журналистов, волонтеров и бизнесменов. Городская администрация поддержала энтузиастов и выделила грант. Собралась сумма и на покраску фасада, и на резные деревянные наличники. Точную историческую копию. В ходе реставрации обнаружили уникальный кирпич 19 века. Он был скрыт под толстым слоем краски. Краску сняли, а кирпич покрыли специальным лаком, который не только придает эстетический вид стене, но и сохраняет кирпич. Частички лака как бы проникают внутрь кирпича и цементируют его. Том Сойерфест – один из 15 проектов победителей городского конкурса идей прошлого года. Все авторы получили гранты городской администрации в размере 250 тысяч рублей. А 1 сентября в Самаре стартует новый конкурс идей 2015. Это конкурс посвящен развитию самого города, развитию социалки, развитию взаимоотношений, развитию инфраструктуры, развитию территории, развитию дома нашего, в котором мы все живем. В конкурсе этого года представлены новые номинации «Чистый город Самары детям» и «Многонациональная Самара». С идеями самарцев ждут в городском департаменте административной реформы. Марина Матвеевна, Сергей Баскин, События. Завтра в первый класс пойдут сотни ребятишек. Среди них есть и дети с ограниченными возможностями здоровья. Департамент социальной поддержки организовал экскурсию по Волге. Для детей – развлекательная программа, для родителей – семинар со специалистами департамента. В круиз теплоход провожала и наша съемочная группа. Первый класс – испытания не только для школьников, но и для их родителей. Тем более, если дети особенные. Больше внимания и заботы. Ребята с ограниченными возможностями здоровья тоже будут радовать успехами в школе. Мы читаем, мы математикой занимаемся. Мы к этому готовились. Ой, ну готовились очень трудно. То и это надо, то то. Учительница позвонит. Это не надо. На следующий год оставьте. Трехчасовое плавание по Волге. Такие экскурсии в Самаре проводят уже не первый год. По программе «Мы разные, мы равные». Пока детей будут развлекать аниматоры, взрослые обсудят проблемы, с которыми сталкиваются каждый день. На их вопросы ответят специалисты по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Проводим, ну скажем, такие консультационные беседы на тему психологического развития их детей. Кто слабослышащий, кто слабовидящий, у кого опорно-двигательная система нарушена. То есть вот с такими детьми, с их родителями проводим вот такие мероприятия. Все первоклашки на теплоходе получат подарки к началу учебного года. Ранец с полным школьным набором, ручки, тетради, карандаши. Валерия Макарова, Станислав Левин. События. Завершился регулярный чемпионат страны по пляжному футболу. Последний этап проходил в Самаре. Перед последним рывком в плей-офф крылья Советов занимали третье место. А по регламенту соревнований за медалями в Сочи поедут только четыре сильнейших команды. За интригой национального первенства следил Сергей Кизоркин. Последний день чемпионата России по пляжному футболу был самым интригующим за весь сезон. Только три команды, питерский «Кристалл», московский «Локомотив» и самарские крылья Советов попали в суперфинал. Две другие, московская «Динамо» и новосибирский «Джокер» боролись за путевку в Сочи. Аутсайдеры, московское «Строгино», ЦСКА и подмосковный «Элмот» боролись за места в суперлиге. Столичное дерби. Армейцы против «Динамо». Полицейские с первых секунд навязали сопернику свою игру. ЦСКА пришел в себя только в третьем периоде. Моментов на взятие ворот у армейской команды было хоть отбавляй, но итог 4-1 в пользу «Динамо». Мы на этот матч очень долго настраивались. Хорошо, что мы его выигрывали. Теперь будем надеяться, что «Локомотив» обыграет «Джокер» и мы попадем в суперфинал. Надежды прошлогоднему финалисту оправдались. Вторая команда чемпионата страны «Локомотив» подарил путевку полицейским в суперфинал. Третья команда сочинского плей-офф «Самарский крылья советов». На родном песке они завоевали три победы из четырех возможных. Для команды это очень большой успех на сегодняшний день. И это благодаря слаженной работе всего коллектива – тренера, административного штаба, игроков. Я благодарен им, что они не пропускали тренировки. Этот год у нас был показательный. Он был, скажем так, уже не с бодром профессиональный, но был очень близок к профессиональному. Любая медаль в суперфинале равноценно золотой считает руководство «Крыльев советов». В стыковых матчах «Самарский клуб» сыграет с «Локомотивом» до двух побед. И потом по той же схеме за чемпионский титул. В случае поражения – одна встреча за бронзовые медали чемпионата страны. Соперник определится в паре «Динамо-Кристалл». Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События. Самарцы все активнее признаются в любви родному городу и участвуют в нашем конкурсе «Самара-429». Очень романтичный снимок выложил в Инстаграм пользователь с ником Де Найданов. К сожалению, он забыл написать, за что же он любит родной город. С другой стороны, тут комментарии не нужны. А вот так, как поступила героиня второго снимка, делать не надо. Не стоит рисковать жизнью и садиться на край крыши 17-этажного дома. Пожалуйста, дорогие участники, делайте свои фотографии без риска для жизни. Снимки с хэштегом «Самара-429» можно выкладывать вплоть до 10 сентября. Победители ждут ценные призы от партнера конкурса «Ситилинк Самара». Награждение победителей состоится 13 сентября на главной площадке празднования Дня города. Это пока все городские события. А у меня еще новости экономики. Не переключайтесь. Бензин дорожает, потому что из-за подорожания цен на бензин увеличиваются затраты на его перевозку. Вот и в Самаре тенденция неутешительная. В большинстве муниципалитетов региона цены на бензин АИ-92 и АИ-95 продолжают расти. По данным Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, цена топлива выросла в диапазоне от 10 копеек до 1,5 рублей за литр 92-го и от 20 копеек до 1 рубля за литр 95-го. Отмечается, что бензин подорожал в восьми субъектах Приволжского федерального округа. На 28 августа цены на автомобильное топливо марки АИ-92 находились в диапазоне от 32,5 до 33 рублей 30 копеек. АИ-95 от 35 рублей 20 копеек до 36 рублей 10 копеек за литр. Дизельное топливо на заправках продавали от 32 рублей 50 копеек до 33 рублей 90 копеек за литр. Иногда действительно кажется, что в России бензин делают не из нефти. Растет нефть – бензин дорожает. Дешевеет нефть – бензин тоже дорожает. Парадокс. Зато самарцы могут порадоваться снижению цен на некоторые продукты. За прошедшую неделю в Самарской области подешевели картофель и овощи. В некоторых муниципалитетах также снизились цены на куриные яйца и мясо и мороженую рыбу. А на подсолнечное масло цена незначительно повысилась. Российский фондовый рынок открылся снижением котировок. Индекс ММВБ снизился до отметки 1718 пунктов. Среди лидеров роста – бумаги Акрона, ТМК, Фосагра, Интеррао, Алроса, Пик, Северстали, Норникеля, НИ, НЛМК. Лидеры падения – акции ТГК-1, РДР, Русала, МВД, Сбербанка, Полюс Золото, ФСКЕС, Ростелекома и Полиметалл. Снижение на российском рынке происходит на фоне коррекции вниз фьючерсов на нефть. Фьючерс на американский индекс S&P упал почти на 1%. Торги в США и Европе закрылись умеренно позитивно. На азиатских площадках индикаторы изменяются разнонаправленно. Курс доллара на 1 сентября – 66,71 рубля, курс евро – 74,84 рубля, золото стоит 2434 рубля за грамм, серебро стоит 30 рубля 97 копеек за грамм, цена нефти марки Brent – 49 долларов 6 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Козлов выиграл чемпионат мира по плаванию среди юниоров. Хоккейная «Лада» оставила неудел «Спартак» в континентальной хоккейной лиге. Веркаутеран «Крылев Советов» творит чудеса в премьер-лиге. Питерский «Зенит» повержен 3-1. «Крылев Советов» впервые за 11 лет победили питерский «Зенит». Команда с берегов Невы еще к тому же и действующий чемпион страны. На игру главный тренер «Крылья» Франк Веркаутеран сделал несколько замен по сравнению с матчем против Кубани. Вышли нападающий Йоанн Мола и полузащитник Георгий Габулов. Эта парочка и оформила первый гол ворота чемпиона. «Зенит» сделал счет 1-1 только во втором тайме, но недолго музыка играла все. Тот же Мола точно отпасовал бомбардиру «Советов» Сергею Корнеленко и тот в своем стиле в одно касание отправил мяч в ворота «Зенита» 2-1. Через 4 минуты Мола Корнеленко заставили усомниться чемпионов страны в своем превосходстве в этом сезоне 3-1. Великий Халк с пенальти не смог забить Евгению Конихову. Победа «Крыльев Советов» и «Самарцы» поднялись на 7-е место в чемпионате страны. Лидер столичной армейцы. Тольяттинская «Лада» заработала первую победу в континентальной хоккейной лиге в этом сезоне. В Москве сдался местный «Спартак». В середине первого периода счет с заброшенным шайбом открыл Александр Стрельцов. Во втором отрезке времени его брат Василий удвоил преимущество тольяттинцев и за минуту до раздевалки «Спартак» сократил разрыв в счете до минимума 1-2. Все решил третий период и Александр Бумагин, не уходящий со льда, без заброшенной шайбы. И на этот раз его подключение принесло победу «Ладе» 3-1. Автозаводцы расположились на 11-м месте в конференции «Восток» континентальной хоккейной лиги. Тольяттинский пловец Владислав Козлов выиграл в Сингапуре чемпионат мира среди юниоров. Комбинированную смешанную стафету 4 по 100 метров российские спортсмены преодолели за 3 минуты и почти 45 секунд. Этот результат оказался не только лучшим на турнире, но и стал новым мировым рекордом среди юниоров. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Продолжение следует... Продолжение следует...